Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Я поддерживаю инициативу о возвращении рекламы как на телевизор, так и в газеты, только потому, что я считаю, что любой запрет административный – это плохо для бизнеса. Рекламировать алкоголь в России запретили летом 2012-го. С 2015-го послабление сделано для радио и телевидения. Рекламу разрешили в ночное время. Программа Экономика. Для малого бизнеса могут ввести налоговые каникулы. Такую возможность изучают в областном правительстве, пишут бизнес-новости. Право предоставлять двухлетние каникулы новым ИП на упрощенной патентной системах налогообложения регионы получили благодаря поправкам в налоговый кодекс. Вопрос в Кировской области должен решиться на следующей неделе. Экономика. На 101. Слободской хлебокомбинат остановил работу. Предприятие может стать банкротом. Оно с осени прошлого года испытывает проблемы с выплатой зарплат. По информации, на начало декабря у комбината был долг перед 50 сотрудниками. Сумма превышала 700 тысяч рублей. Сейчас решается вопрос о привлечении директора к административной ответственности. Экономика. Турула обещает акции против сноса центрального рынка. Планы городских властей провести реконструкцию в квартале, где находится рынок, могут затронуть 5000 предпринимателей, которые в своей работе связаны с этим предприятием. Так считает президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса Валерий Турула. Да, люди не слышат. Других людей вступают в действие уже больше политические формы. Это формы протеста. Я думаю, что мы организуем высказывание, которое обязательно услышат. На рынке в ближайшие три года город планирует провести реконструкцию, обновить павильон, построить новый торгово-развлекательный комплекс. Экономика. На 101 АФМ. В Кирове временно закрылись магазины сети «Квадрат». Там идет учет и смену поставщиков бытовой техники и электроники. Ситуация сложилась из-за того, что поставщики либо не продают товар, ожидая изменения цен, либо сильно завышают цену для розницы. В результате во многих магазинах после предновогоднего покупательского бума ничего не осталось и новых поставок не происходит. Экономика. Компания «Яковлев и партнеры» в Кирове получила статус филиала «Московская коллегия адвокатов». Ее сотрудники сдали квалификационный экзамен. И теперь в кировском филиале пять юристов с адвокатским статусом. Они имеют значительный практический опыт по оказанию профессиональной юридической помощи в арбитражных судах и сопровождают дела во всех инстанциях вплоть до Верховного суда. По словам руководителя филиала «Яковлев и партнеры» Алексея Винокурова, для компании новый статус – это повышение ответственности и эффективности, расширение процессуальных возможностей. Добавлю, юридическая группа «Яковлев и партнеры» существует с 90-го года и в этом году отмечает свое 25-летие. Программа «Экономика». 95,5 миллионов рублей потратит на зарплаты сотрудников администрация правительства Кировской области в этом году. И о курсах валют. Они снизились накануне более чем на рубль. Доллар стоит 64,83, евро – 76,34. Программа «Экономика» на 101FM